Три типичных ошибки при выращивании нута как жаростойкой нишевой культуры? Николай Васильевич, вопрос очень интересный, и я так думаю, что тремя ошибками обойти здесь сложно, но я попробую выделить три основных момента, на что следовало бы обратить внимание. Ну, прежде всего, специалист должен заранее определиться место в севообороте этой культуры, а не так, что услышал, да, стоит, хочу, нашел семена и посеял. То есть поле нужно готовить заранее, нужно в севообороте определиться, чтобы прежде всего, ну, желательно, чтобы это была злаковая культура, лучше всего подходит озимая пшеница или ячмень яровой, или яровая пшеница. Далее, нежелательно использовать такие культуры, как те, которые минируют поле, в частности, это подсолнечник. Если мы посеем нут после подсолнечника, вы знаете, что очень большое количество подалицы у подсолнечника, которое великолепно перезимовывает и имеет свойство всходить. Это очень важный момент, несколько предприятий, на этом будем так говорить, погорели, задают мне вопрос, а что нам делать? Подсолнечник зашел в посевах нута. То есть это вот неправильно подобран севооборот. Причем это довольно-таки важный элемент. Почему? Потому что и у подсолнечника, и у нута хорошо распространенный вредитель общий, хлопковая совка. То есть это как следствие. То есть если на поле был подсолнечник, значит, общий вредитель многоядный, который резко снизит вам, ну скажем, урожайность продуктивности, да еще и нагрузку сделает на экологию. То есть необходимо будет использовать средства защиты в большем количестве, ну и более серьезные по действию. То есть перитроидами одними обойтись очень сложно. Также как предшественник не должны быть бобовые культуры. Почему? В настоящее время большое количество вредителей, ну скажем, те же клубеньковые долгоносики, их больше сотни разновидностей, и все они многолетние бобовые травы побреждают, ранние посевы нута, ранние посевы чечевицы, ну и естественно, если в цинозе будет повышенное количество данных вредителей, то с ними нужно бороться, и должна быть дополнительная система защиты от этих вредителей. Не говоря о том уже, что бобовые растения имеют общие болезни. Это гнили в первую очередь. Поэтому выделяем первый из моментов, очень важных, это правильно подобрать место выращивания нута. И там вот, если говорить о защите, то если правильно подобрать место, место в севообороте определить, то затраты на защиту могут быть в разы уменьшены. Однозначно. Следующий, то есть это вот основной момент, следующий момент, на мой взгляд, это правильная обработка почвы. Дело в том, что у нас эта обработка должна быть также проведена заранее. То есть мы должны прежде всего направить таким образом, чтобы побороться с сорно-полевой растительностью. Мы знаем, что есть многолетние сорняки, корневищные, корнеотпрысковые, однолетние, яровые ранние, поздние. Но на что бы хотел обратить внимание? Ну прежде всего поле должно быть чистое от многолетних корневищных и корнеотпрысковых. То есть нежелательно пырей, осод, бодяг полевой. Все это в дальнейшем приводит, точно так же, к резкому сокращению урожайности. Почему? Потому что в посевах, если будут эти многолетние сорные растения, и мы внесем гербициды, то что мы получим? Все дело в том, что если есть большое количество многолетних, это говорит о том, что в поле будет большое количество семян этих многолетних растений. И естественно, при создании благоприятных условий они прорастут, и в дальнейшем гербициды не помогут. Следующее. Очень вреден для нута целый блок сорняков – это яровые, поздние, широколистные. И если мы говорим, что можем побороться, сместив сроки сева нута, это отчасти правильно, отчасти нет. Во-первых, на территории Ростовской области день довольно-таки длинный. И растения начинают формировать генеративные органы нута, ну, это, то есть, фаза бутонизации и так далее. Происходит, когда день у нас длинный и начинает уменьшаться. Так вот, если мы смещаем сроки сева, в этом случае у нас уменьшается период развития растений нута, то есть, вегетативная масса и корневая система. А чем хуже развито растение, тем потенциально меньше урожай мы можем получить. Поэтому при смещении, во-первых, мы рискуем засухой. И если боремся с сорняками агротехнически, значит, это плюс, почему? Потому что нут культура, ну, которой, будем говорить, вообще противопоказано, какие бы то ни было гербициды. Вот при безгербицидной технологии растения нута формируют совсем другой урожай. И по качеству, и по количеству. Если же мы используем даже те, которые, скажем, разрешены, я могу даже озвучить, что в настоящее время очень широко используется мерлин флекс, который якобы оказывает смягчающее действие. Но обратите внимание, если мы количество немножко недодаем, и сорняки остаются живые, а если немножко передаем, угнетаем рост растений. То есть, он резко снижает свою высоту. Ну, и в дальнейшем снижается продуктивность. Поэтому нужно нацелиться, чтобы поле было чистое не только от сорняков, но и чтобы от минирования. То есть, не должно быть. Далее, есть такой интересный момент, когда мы говорим, что «а не был предшественник подсолнечник». Но давайте вот просчитаем такое звено севоборота. подсолнечник, азимая пшеница с обработкой почвы, минимальной или вспашкой, и посев после пшеницы нута с обработкой почвы. Если мы вспашку проводим, то подсолнечник, который был на глубине и не взошел во время вегетации азимой пшеницы, он поднимается на поверхность и всходит. И таким образом говорят, откуда у нас подсолнечник? Неужели семена минута привезли подсолнечник? Это нонсен. Нет, ребята. Это все у вас на поле. Поэтому вот этот момент севоборот, звено севоборота после подсолнечника либо, значит, что допускается, если мы не проведем вспашку, а посеем по прямому посеву. Азимую пшеницу. И в этом случае у нас весь подсолнечник взойдет во время вегетации азимой пшеницы и, естественно, в дальнейшем он не будет вредить. Это более приемлемая, скажем, схема в звене севоборота. Почему? Потому что нут великолепно можно выращивать по технологии прямого посева, что в основном мы и делаем. Ну и хотелось бы отметить, это вот, да, это вот второй элемент, довольно-таки важный. Ну и третий элемент это, наверное, все-таки выбор сорта. Необходимо, прежде чем заняться выращиванием нута, задать себе вопрос, для каких целей мы хотим это сделать. А целей может быть несколько. Ну прежде всего специалист, будем говорить агроном, хочет включить в насыщение севооборота бобовый компонент. С одной стороны это хорошо при удорожании удобрений, азотфиксация и использование биологического азота в дальнейшем для последующей культуры. Ну чаще всего для зимой пшеницы. Второй момент, чем это хорошо. Нет вредителей и болезней единых со злаковыми культурами. Это тоже снизит затраты при использовании средств защиты и получении экологически безопасной продукции. Третий момент, на что мы довольно-таки должны обратить внимание. Если мы желаем в дальнейшем выращивать культуру на экспорт, это должны быть сорта, которые востребованы на мировом рынке. В данном случае, что это такое? Крупность, ну будем так говорить, от 6 и до 14 должна быть ячейка, через которую не проходит нут. Далее выровненность, то есть однородная масса должна быть, а не разнообразной. Третий момент, при использовании нута, ну скажу, в настоящее время очень интересная вещь, но вернемся все-таки к биологическим особенностям культуры. Нут является не только одно из самых засухоустойчивых бобовых растений, но он еще является и холодостойким. То есть возможность его, ну во-первых, ареал распространения увеличивается и последние годы нут сеют там, где раньше его не сеяли по разным причинам. И второй момент, мы можем посеять его очень рано, вплоть до посева поздней осенью в конце ноября, в декабре месяце. Но при этом нужно глубже заделать семена и обязательно обработать, ну например, тем же круизером. То есть от вредителей и болезней, чтобы семена не заплесневели во время зимне-весенних вот периода покоя будет говорить семян. То есть можно его посеять подзиму и весной получить здоровый рожай. Далее вкусовые качества. И в настоящее время скажу, что есть три формы зерна нута. Это нут классический, похожий на горох, только с носиком. Округлая форма. Далее форма головы барана. В настоящее время он менее востребован для продовольственных целей. И третья форма это голова совы. Вот это то, что голова совы и округлая форма это то, что наиболее востребованное за границей. Далее растение при созревании что с ними может быть? Нут созревает, сорняки, те, которые сидели под нутом поле осветляется, они за две недели могут обогнать высоту нута, будут зеленые. Поэтому естественно ни одна фирма не примет мараный нут. То есть что это такое? Это нут который убирался с зеленью, то есть сорно-полевой растительностью, которая в это время вегетировала. Следовательно нужно сделать дополнительные затраты, чтобы высушить не только посевы нута, но и сорняки. Поэтому чтобы не делать двойное скажем высушивание, можно все это регулировать сроками уборки нута, во-первых. Ну прежде всего мы можем таким образом управлять, высушить, то есть обработать, сделать диссекацию и высушить и растение нута еще отчасти с зеленцой и тут же сорняки. и конечно же... нута дизельная уборка сейчас и до нее дойдем, да. Ну и конечно же если у нас нут созревает, то есть почему мы должны управлять сроками уборки посева, уборки нута, погоду без осадков и провести диссекацию и спокойно обработать при высокой температуре воздуха. если же мы это на самотек пустим, то нут, как правило, созревает, когда начинается выпадение осадков. И в это время что происходит? Высохшее зерно и оболочка получает влагу и оболочка отстает от зерна, от самого семени, от семядолей. В этом случае зерно тоже не будет являться товарным. Это будет только лишь кормовое. То есть тот, который можно будет использовать в животноводстве. Поэтому естественно здесь играет роль сорта. Ну и хотелось бы не... Уборки нут убирают когда с пшеницей если сравнить? Все дело в том, что у нас до недавнего времени в основном сеяли нут из других регионов. Ну это Саратовская область, Краснокутская станция. Скажу сразу, сорта отменные, хорошие, но те сорта не получают во-первых той солнечной радиации, которая у нас в настоящее время. Далее мы немножко по сравнению с ними разбалованы осадками, которые чаще всего провоцируют повторное отрастание нута. И вот иногда в интернете находишь получил два урожая нута с одного поля, не сея в его. Что это такое? Это вот созревает нут, его убирает, а потом он остается в фазе вегетации, и боковые почки, которые спали отрастают и он по новой начинает вегетировать и формировать зерно. Ну то есть вот в сентябре, как мы видели в Волгоградской области, в сентябре это традиционное время убора. Да, так вот начало сентября. Сорта ведут себя скажем в Волгоградской селекции, в Саратовской селекции совсем по-другому, чем ну скажем у нас какое преимущество? Кроме длинного дня. Да, да, да. Вот как раз хотелось узнать в чем достоинство тех сортов, которые вы вывели, выведены с вашим участием. Ну это прежде всего хотелось бы еще одну мысль сказать предыдущую о уборке. Есть еще ну скажем относительно рискованная то есть если не диссекация, что можно сделать с тем посевом, который засорен сорняком. Это двухфазная уборка. Можно скосить нут, но при этом он не должен полностью будем так говорить созреть, чтобы 2-3 дня высушивание его происходило и высушивание вороха, то есть вот этой зеленой массы сорняков. Значит в этом случае мы рискуем когда если мы скосили и через 2-3 дня не подобрав выпадают осадки. То о чем я ранее говорил. Если же осадков не будет, то это один из способов получения ну прежде всего качественного нута, как товарного, так и семенного. То есть отдельные годы семенной материал так в принципе и убирает. Хорошо. Скашивает на сал. Значит что касается тех сортов я их озвучу. Это сорта которые были совместно с ООО Климовка выведены и принимал активнейшее участие руководитель этого предприятия Семен Григорьевич Потапов. Это Боковский район Ростовской области. На его полях у нас ведется первичное семеноводство то есть выращиваются оригинальные семена а также мы близки к тому чтобы подготовить семенной материал для выращивания на товарное зерно. Итак Боковский белосемянный это довольно таки один из крупных форма голова совы масса ну будем говорить 360 до 400 граммов очень хорошие вкусовые качества слегка розоватый оттенок ну что еще можно сказать высокотехнологичный и отличается от других сортов скажем от других регионов тем что у него период вегетации немножко удлиняется дней на 10 15 он созревает позже то есть это потенциально мы можем получить более высокий урожай второй сорт это краснозерный назвали мы его Григорий это сорт который кстати скажу что все сорта это продовольственная в первую очередь и если мы у Григория снимем красную оболочку то внутри получим светло такие с розовинкой две семядоли значит эти семядоли обладают хорошими вкусовыми качествами разваримостью то есть это тот сорт который великолепно идет для производства нутовой крупы и довольно таки такие формы ценятся на мировом рынке и нутовую муку из которой делает массу всех разнообразных блюд вкушаний от сладких до горьких так вот чем отличается белосемянный от краснозерного от Григория но прежде всего потенциально более высокой урожайностью почему потому что по высоте нут Григорий более высокорослый сантиметров на 15 12-15 сантиметров он выше и потенциально формирует более высокий урожай кроме какой урожай ну я не буду озвучивать сверх то что у нас иногда получается но скажу так что в среднем в ростовской области если средняя урожайность по области 8,7 центнеров то этот нут как минимум в два раза даст урожай больше точно так же булковский белосемянный порядка 16-15 центнеров он в любые годы неблагоприятный может сформировать благоприятные ну больше 22 центнеров так вот третий сорт это у нас будем так говорить в диковинку черноплодный назвали мы его антрацит по образу подобию угля он действительно очень сильно выглядит как угольки чем он хорош ну прежде всего точно так же как и у Григория при снятии черной оболочки у него светло-желтые семидоли и он обладает выраженным пряным вкусом то есть очень хорошие вкусовые качества которые также идут на крупу на муку кроме того его можно в оболочке просто варить и употреблять даже без всяких приправ очень вкусно так вот черный и коричневый обладает повышенным содержанием белка белка больше чем белосемянных формах ну и самое будем так говорить два важных элемента почему я рекомендую использовать сорта нашей селекции прежде всего логистика сорта созданы и размножаются на территории ростовской области то есть их не нужно везти на далекие расстояния и можно решить карантинные сертификаты и все все прочее гораздо дешевле и проще это вот первый немаловажный момент второй момент это то что ну скажем наши сорта адаптированы к нашим почвенно-климатическим условиям причем они же адаптированы и к условиям Краснодарского края то есть мы создавали их для шестой зоны это северокавказского региона их можно выращивать и в Ставропольском крае то есть довольно-таки обширная территория на которой наши сорта будут формировать достойный урожай и причем использовать и солнечную радиацию в больших объемах то есть они в отличие от скажем сортов той Волгоградской селекции и Саратовской а это основные ну скажем зоны вот сейчас Орловцы еще подключились Орловской области создают сорта но у них выпадает больше осадков или меньше осадков Саратовская область Волгоградская но меньше тепла нут это тепловилибивая культура и холодостойка одновременно вот если мы посмотрим может выдерживать минус 8 наши сорта смело возврат в мае месяце холодов легко перенесут и температуру 40 и более градусов точно так же перенесут и сформируют урожай то есть мы можем говорить что это в том числе и засухоустойчивая культура жаростойкая культура по антрациту вы не сказали урожайность но я вам так скажу что урожайность по антрациту вот порядка 18 центеров вот госсорта испытания прошли и за два года в среднем мы получили 18 с хвостиком то есть он высокопродуктивный но самое интересное мы заботимся о совершенствовании элементов технологии и снижение экологической нагрузки так вот для чего мы еще внедрили скажем сорта не белосемянные а красный и коричневый и черный прежде всего это те сорта которые устойчивые к болезням и вредителям фактически они не повреждаются фузариозом аскохитозом ржавчине вирусом и ну вот скажем у меня был такой эксперимент я попробовал выращивать черноплодный антрацит на орошении получил около 5 тонн зерна в переводе ну деляночка была не очень большая это в пересчете на биологическую урожайность и убедился в том что болезней практически нет только лишь хлопковая совка ну и есть еще скажем два вредителя на которых ну практически у нас мало кто обращает внимание я думаю будет интересно что не следует забывать о нутовой минирующей мухе которая присутствует постоянно несмотря на то что скажем в севообороте нут может быть никогда и не выращивался и обратите внимание Ростовская область вся испещрена акацией акациевая огневка это основной бич с которым также необходимо бороться в посевах нута как и в посевах других бобовых культур ну вот собственно и все что хотел сказать спасибо спасибо спасибо